Друзья, всем привет! Сегодня я покажу, как из обычных аккордов сделаются джазовые аккорды. Это такой начальный уровень, наверное, будет. Давайте мы рассмотрим на примерах самых элементарных аккордов. Например, аккорд ДМ, АМ, аккорд Е, АМ, А7. Начнем мы нашу последовательность играть с аккорда ДМ. Условимся, что каждый аккорд будем играть 4 раза. 4 раза аккорд ДМ играем. Дальше идет аккорд Е или Е7, все равно. Потом АМ 4 раза и А7 аккорд. Это в обычном варианте. Послушайте. Сейчас я сделаю надстройки этих аккордов и превращу их в джазовые аккорды. звучат. Звучать они будут более интересно. Обратите внимание. И второй вариант. Как я пришел к этому? Смотрите. Когда я играл аккорд ДМ, я добавил туда девятую ступень. То есть это ДМ9. ДМ9 можно взять на десятом ладу. Зажимаем баре, малая три струны. И добавляем мизинец на двенадцатый лад. Вот у нас получился такой аккорд. Можно, кстати, бас заменить четвертым басом, зажатым на десятом ладу. Но если уж вообще крутой мен, то можете, или если вы девушка, вы можете зажать на десятом ладу все струны. Добавить сюда, получается, третий палец на двенадцатый. И на двенадцатый лад первую струну мизинец. Ну, давайте мы пойдем простым путем. Возьмем три ноты на десятом ладу. Добавим сюда мизинец. У нас получилась вот эта девяточка. Которая дает вот этот колорит джазовый. Дальше что я сделал? Седьмой лад. Зажимаем пять струн. На девятом ладу мы зажимаем четвертую и вторую. И добавляем вот этот средний палец, мы добавляем на первую струну восьмого лада. И получается у нас аккорд с такой вот окраской. Дальше идет у нас аккорд АМ-9. Давайте покажу два варианта, как можно его взять. Вариант такой стандартный и вариант упрощенный. Стандартный вариант. На седьмом ладу мы зажимаем четвертую струну. На пятом ладу третью. На восьмом ладу вторую. И на седьмом ладу первую. И вот у нас получился вот такой аккорд. Можно добавить открытый пятый бас. Вот я его взял. Упрощенный вариант будет это, когда я беру. То есть просто баре на пятом ладу. Четыре струны. И добавляем еще сюда мизинец на седьмой лад. То же самое, что я брал здесь, только на пятом ладу. Мне нравится вот такое классическое звучание. И после этого А7 я превращаю в А7-9. Я зажимаю здесь три струны. На шестом ладу малая баре. На седьмом ладу четвертая струна. На восьмом ладу у нас вторая струна. И звучит такой вот аккордик. То же самое, кстати, можно сделать вот здесь. Здесь мы зажимаем ДМ-9. Пятый лад, пятая струна. Третий лад, четвертая. Пятый лад, третья струна. И пятый лад, вторая струна. Вот я сыграл. Дальше я иду в аккорд. Альтерированный аккорд. Е7 альтерированный. Это когда я на первом ладу зажимаю третью струну. На первом ладу вторую. И здесь играю шестая. Четвертая открытая. Третья и вторая. Вот такой аккорд. Дальше я беру аккорд АМ. Но я его беру как бы не в привычном. В привычной аппликатуре. А я оставляю только один палец. Вот этот средний палец на четвертой струне. И здесь играю пятый, четвертый, третья, открытый, вторая, открытый. Это у нас как АМ-9. Девяточка. И здесь нужно еще взять три звука. Такое получается. Трезвучие, которое будет равно аккорду А7. Альтерированному. Здесь получается на втором ладу я зажимаю четвертую струну. На третьем ладу третью. И пятый бас. Не получается у нас такое звучание. Ребят, не забывайте подписываться на канал. До новых встреч. Пока-пока. Ребят, не забывайте подписываться на канал.